всем привет дорогие наши друзья и снова с вами канал asmr russia и вот наконец-то добрались до до вот того что мы хотели уже сделать давным-давно battle у нас сейчас настей будет battle какие у нас будут условия батла называется не запивать короче кто больше съест выпечки бед не запивая но мы приготовили апельсиновый сок сальдо прям так и хочется быть давай сейчас попьем перед ним не трогать я воды попила я ничего не пил смысле у тебя уже что ли преимущество получается передо мной эти приводы ну конечно сейчас я пойду воды пить куда передо мной стоит такой прекрасный даже вот я не знаю видно воздела глоток видно не видно он даже запотел маленький классно так в битве будут участвовать насти и денис нет нет сосиска в тесте запеченная три штуки сосиска в тесте жареная три штуки и самса запеченная две штуки ну я конечно сильно сомневаюсь что мы все это осилим короче я буду стараться е-мое поехали так вот развозить я начну с сосиска в тесте такая выпечка не знаю с чего начать при виде который мне всегда хочется пить может и нашли вообще это очень такой серьезность пытая на самом деле потому что после любой выпечки хочется пить и кстати я уже хочу я всегда съедаю больше чем настя но здесь не стоит торопиться здесь надо растянуть все свои силы я бы хотела знаешь что сосиску и съесть ее без вот этой булки так не считается ты вообще молодец ладно я на опросики подключаю вот что хочется опять я буду ты вообще даже есть не начала такую силу так не тесно а ты не торопись прокачку сидеть есть не зачитывать вопрос надо я на человек залива планирует ли настя выходить на работу после декрета это счастье можно я скажу и как вы считаете во сколько ребенок готов к детскому саду я думаю какие у нас детские сады он вообще не готов никогда у нас вот допустим паша вообще в детский сад не ходил ни одного дня лёша тоже думаю что не пойдет детский сад у нас только даша ходила это немного у меня на автомате будь осторожна я наблюдаю за тобой насчет работы вообще настя уже на работе вот серьезно вот вы только вдумайтесь вот вы думаете накормить с утра трех детей там поиграть с ними позаниматься с ними убраться постирать там помыть полы там приготовить вот и выдумайтесь какой-то титанический труд какая еще может быть у насти работа она уже работает работает мамой здесь я ответил на вопросы повар ты можешь горщица воспитатель учитель сколько там еще можно профессии мне присвоить надзиратель короче 4 в одном как минимум вообще считаю что у насти одна из самых сложных работ какая только есть поверьте мне и чем больше детей чем сложнее работа труд ну я пока это нормально пока не хочется сильно пить евгения мор спрашивает здравствуйте насти и денис скажите здравствуйте пожалуйста сколько лет вы забеременели даши дальше я забеременела в 25 нам пришел пашка мы сейчас вернемся да это паша ну что мы сделали вынужденную паузу в нашем баттле вы не подумайте мы не пили вот полные кружки честное слово пашка пашка проснулся ладно ну что давай продолжать на чем мы остановились я остановился на этой сосиске так во сколько мы забеременели дальше вопрос да да ты уже ответил мы заберемели 25 лет забеременела 26 родила нургуль байгазинова пишет такие уставшие но очень милые просто хочу пожелать вам всего хорошего и главное здоровье деткам так и бочки спасибо не вам того же очень приятно читать такие комментарии на самом деле это пишет очень ну да хорошего не прям и знаешь как поднимают настроение придают сил они заряжают нас энергии побуждают нас в общем как-то действовать до вперед вперед идти несмотря ни на что так я думаю несмотря ни на что я съем все-таки одну самсу я читаю вопрос и вообще забила на баттл родион пишет привет настя денисов молодцы у меня вопрос как дети отреагировали на то что вы решили завести свой канал как вы узнали о асмр узнали мы об асмр формате через интернет точно также ютюбе ютюбе да мы видели зарубежные каналы не мы а настя от первого видео видела зарубежный канал кем или за кажется называется как две девушки насколько я поняла это мама не . как они откушают этом после этого мы решили завести свой канал начали забыл формат асмр потом мы решили поменять немножечко как у вас дети отреагировали дети это никак им пофигу вообще не но вообще они хотели сниматься ты помнишь не прям рвались короче не вкусная сосиска не давай а зачем она сколько мясом они от говядины знаешь плохая идея снимать выпечку она была очень сладенькая вот следующий баттл будет сладкий кто-то мне вообще не тащит я понял короче ты сдалась нет я съем одну сосиску еще очень ну вы уже поняли кто победил с вероятностью 99 и 9 процентов хотя потом объясню почему я не хочу рафина кашаева пишет приветик приятного аппетита как вы с денисом думаете какая марка машины самая нормальная какую стоит покупать наверное бмв и такой смайлик ржачный ну не знаю на бмв ни разу не ездил мы вообще живем на дальнем востоке и к нам ближе всего конечно япония я хочу сказать вам ладно хочу сказать что у нас в городе то что в городе вообще на дальнем востоке то что хабаровский край приморье там читай все остальное амурское у нас просто тьма праворуких автомобилей просто столько что леворукий не всегда попадаются на дороге мы уже даже порой шутим что нам пора уже движение менять а жареные вкуснее на правосторонние потому что у нас кругом японские автомобили японский автопром у нас кругом короче честь просто касса но послушай подожди я хочу я развиваю мысль ты меня вот перебиваешь и вот к чему веду что несмотря на то что автомобиль облагается налогом платить и пошлину и практически японский автомобиль бэушный там которому там 3-5 лет чуть ли там не в два раза поднимается в цене его все равно у нас берут прям вот берут потому что знают что бэушный автомобиль с японии 35 лет блин да ты на нем есть будешь лет 5 7 8 вообще бед не знать даже не будешь залазить в него бэушный японский автомобиль скажите мне пожалуйста какой еще может автомобиль похвастаться такой стойкостью я не знаю просто у нас тут ездит и бмв и volkswagen и бывают ездят но бывает да и лады калины тоже есть у нас тут ну насколько я знаю что вот допустим из японских toyota это прям самая стойкая самый стойкий автомобиль я не знаю для нашего потому что что выбираем у нас тут морозы у нас дорог здесь вообще нихрена нету даже в городе они все разбиты и разломанные вообще у нас и мы выбираем машину для того чтобы там я не знаю красивую там не знаю тюнингованную чтобы она ездила на и не ломалась в общем вывод такой я выбираю toyota японский автопром в лице toyota все я приступаю вот какая гадина почему перебиваю не даю сказать ого-го-го слушай но она не уже по мне обращать внимание как она здоровая я даже не не знаю смогу ее лопать теперь уже есть проиграла ты чё забыл помешла такой вкусный сок чего не могу сказать о сосиске в кубиков льда бросил а я вот эту полностью пополам разделил все что морозил печетом что то они уже расставили как он обалденный поехали дальше прикольный видео пишет настя почему в одном из видео ты ругалась что нельзя есть кетчуп а теперь чуть ли не в каждом видео ешь кетчуп она двухличная кому я говорю детям что детям к людям то нельзя мне там нужно врачом следующий вопрос или отпиши здравствуйте ответьте пожалуйста во сколько у вас был первый поцелуй и первое отношение 1 поцелуй был наверное в школе для классе во втором отношения такие более-менее серьезные отношения более-менее отношения были же но наверно студенческие годы дженнифер джефф пишет привет привет вы классные мне нравится ваше видео вы верите в конец света и как думаете каким будет конец света в будущем можем знает на это как я нибудь провидится это знает рэн тиви канал я смотрела вангу она говорила что будет конец света но когда она не сказала я верю кстати вот этой провидицы ванги очень многие у него предсказания забывались а какая разница вообще она говорила что он будет я запомнила что она сказала предсказала что будет все вроде бы как полыхать и гореть что вот я запомнила но почему-то ждать эти вот истории вот эти все они в дрожь меня бросают мне все-таки кажется что это все учиться а когда одному богу когда я думаю что не при нашей жизни нас уже не будет к тому времени ваш может переродимся в 10 раз но каким он будет нужно угадать мне кажется неважно каким он будет если вообще будет еще один вопрос еще два вопрос от дженнифер вас узнавали на улице или просто в реальной жизни нет я думаю это не скоро будет наши смотрю по всему миру не только конкретно в комсомольске на море да вот разбить эти 16000 подписчиков да по всему миру с какой процент в комсомольске на этом человека 2 маленький к 2 если 3 тогда это это максимум поэтому нет кто подумывал именно детям даша я предложила денису он согласился насчет паши тоже предложила сколько помню я один из тоже согласился это я смотрю все ты коврю но так и было если а вот имя лёша первыми предложил денис насколько я помню дашу я тебя прилагал здрасте приехали начнется опять споры я это имя придумала еще до того как узнала что у нас вообще внутри да ладно что у нас не идет туша я тоже знаю что у меня будет дочка даша а споры начнутся короче до свидания а вот имя лёша предложил мне денис а если даша такой корректор у душа наша точно давай лоша хорошими кстати нравится ты-то помнишь что предложил ты у меня морданова все у нас проще чтобы мы сняли пюрешку с котлеткой либо котлетками либо капусту с котлетками же которые видео бедные просят не снимите но я все это читаю читаю но кстати я юля ответила что мы снимали на втором канале уже пюрешку с корректорами но не на самар канале снимали же можно там посмотреть ну давай здесь снимем чё я думаю это же не проблема вообще соберем так просят сильно сильно надо же мне уже жалко ну что бить бежим готовить котлетки а я спрашиваю встречались ли вы с мистикой вы знаете на днях я вспомнила одну историю денису рассказал нам сейчас вкратце расскажу такая довольно таки долгая история встречалась мистика это же можно назвать мистикой все-таки да наверное его за случайность в общем у меня была такая история жизнедо мистическая вкратце вам расскажу не буду сильно развозить в классе меня очень сильно обидела одна девочка короче говоря прямым текстом она мне набила морду лица но задела пусть это такое дело было знаете в общем я ее нехорошим словом вызывала на меня в туалете подловила с компанией девочек и со всей дурей мне короче набила один раз но это было очень сильно я все зареванная зашла в класс там уже урок был во всю и в общем вот вкратце да и спустя какое-то время наверное год прошел может меньше эта девочка погибает автомобильной катастрофе очень сильной там при закрытом гроб ну потом начала бугрок был закрытый но спустя какое-то время его открыли все-таки потому что это очень много было желающих вот и видимо что открыли гроб все-таки я прорывалась через эту лупу потому что вся школа собралась на похоронах пыталась на нее посмотреть хотела бы мне не дали это не на каком-то году было не помню не училась школе она тоже еще училась школе она не закончила школ класс наверное меня был 7 может быть и не помню и она погибает вон я же парень был у неё она встречалась мальчиком до нас не здание на машине парня буду я не знаю я не знаю под назвали мне не помню начаться случайность об чем еще как звали не правда читать с чем-то хочешь это связать нет но у них такие встречи были найти на русской ближе к дружеским я не знаю я как близко 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 не знала как бы она узнала что она встречает насколько серьезные были отношения не знаю в общем сам факт того что именно вот знаете вот этот человек вот с нашей школы который меня обидел да она умирает она погибает реально как это можно назвать она мистика какую-то или меня ведьма датами в общем как-то так фигня просили ответила ладно сколько лет живете в браке в браке мы живем с 2012 года у нас был брак в сентябре 2012 хорошее дело браком не назовут просто расписали супружеские отношения разве я башки что вообще не ем да я читаю что я все разве я башкир к спрашиваю денис если бы вам предложили участвовать в последнем герое вы бы участвовал да кстати я бы больше с удовольствием получас ты помнишь на передачу это где-то они там на острове да там сейчас удовольствием вот прям прям сейчас бы рванул мне сказали пойдешь и да я хочу а почему ты так хочешь участвовать просто похудеть да это не то мне просто интересно на острове там так сказать проверить свои силы там на выживание это понимаешь что не обитаемо практически конечно но это все фигня мне кажется на самом-то деле ну ты понимаешь что ты там будешь голодать периодически не доедать настя метим напугать или хочешь я бы прям с радостью полетел бы туда и еще один вопрос какие отношения у тебя с мамой и если у тебя лучше подруга у меня с мама хорошие отношения а лучше подруги нету слава богу было 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 но прошло у меня вообще может выдержать один из такие подруга она подруга мне сможет выдержать с таким характером вот это я налопался еще много выпечки общине съешь я не хочу ты чё тут вообще устраиваешь пазл какой-то что ли собираешь я понял ты в тетрис играешь с хот-догами ну давай я не против потому чтобы камера не села у нас и сок осталось его весь выпью я хочу к вас еще холодный другой раз давайте на два опроса и на один на один давай и все на конека пишет привет передайте привет пожалуйста на конека привет от нас ваши некий смазникой так смешат порой это все что что-то прозвучит вопрос был ли страх природах спасибо за ответ о да страхи были все три раза какой-то маленький вопрос давай еще туда 2 говорила хорошая дразнить получилось да я допью ладно давай зачитывай быстрее уже время больше нету сока почему есть он не такой холодный как сейчас давай зачитывай второй вопрос уже это только на камеру ты тянешь запомним ты знаешь вот в этом моя суть что я искренне перед вами зрители другими искренняя ты моя давай и зачитывай второй вопрос я пошел никита николаев привет настенька привет денис привет как ласково спасибо очень люблю вашему банги в целом вас такой вопрос как вы относитесь к пирсингу и тату и были бы вы против того чтобы ваши дети в будущем сделали бы тату и преследу были такие вопросы да да проскакивала вообще я ничего против не имею против пирсинга и тату это целая субкультура там татушная там но мы себе не делаем мы наверное как сказать такой старой закалки что ли хотя и отца моего было татушка на плече ну как то я мне вообще равнодушен к этому ко всему делу если конечно наши дети но как сказать смотря в каком возрасте во первых если слишком рано то конечно мы против потому что это будет необдуманный поступок если они уже будут довольно взрослые то я думаю они даже на спрашивать не будут мне почему-то кажется что-то в нынче персинг нынче не в моде почему-то мне так кажется может быть у нас в нашей деревне не в море как-то было более популярное то на сих пупки мне многие подружки сделали себе пирсинки языке языке делали мне кажется сейчас это уже как-то некрасиво мне кажется что может быть у нас это не сильно развито здесь вот где мы сейчас с тобой живем да а может на западе там наоборот все как ты думаешь сомневаюсь мне кажется тоже прошлый век ну я не уверен конечно но ладно все мне кажется дети все-таки живут по примеру взрослых да то есть слышал по примеру родители да сок они видят что как бы мы им такие найти из персинга без татуировок не курим и пьем мне кажется все таки они больше высклонны тоже не делать себе этого знаешь что я тебе хочу сказать подражаю своим родителям поживем увидим ну что дорогие наши зрители я надеюсь вам понравилось вот такие мы слабаки не осилили даже вот это же я половину нет я съел сисику в тесте жареную запеченную и съел самсу обалдеть конечно огромных размеров а я съела почти сосиску жареную съела почти считается что осталось и почти пару раз откусила печеную какая-то суховатая суховатая и короче жареная вкуснее но это понятно больше сказала какая ладно да ну что дорогие наши зрители будем с вами прощаться до новых встреч скоро увидимся пока пока задавайте свои вопросы переходите по ссылке в описании на наш второй канал степ фэмили это было в начале сказать до конца на мало кто доходит почему в конце все время это говорим потому что мы пустые головы бай бай всем пока и и и